В 2012 году суд присяжных в Калифорнии начал рассмотрение громкого дела. Компании Apple и Samsung, технологические гиганты, на долю которых приходится более половины всех продаваемых в мире смартфонов, обвинили друг друга в нарушении прав интеллектуальной собственности. Иски, встречные иски, миллиардные компенсации, апелляции. Искры летят во все стороны, но к русским претензий нет. К тем русским, чьи технологии используют как американская, так и корейская компании. Правда ли, что русские производят ПО для Apple? Какие отечественные разработки больше всего ценятся на мировом рынке IT? Как российские разработчики поучаствовали в новой революции на рынке коммуникаций? И что от них ждать в дальнейшем? Об этом в программе «Технопарк». Это офис московской IT-компании. Здесь работает всего 100 сотрудников. Но их разработки позволяют общаться друг с другом миллиарду человек. Сегодня компания – один из лидеров и законодателей мод на рынке решений голосовых и видеокоммуникаций. Когда в 1860 году итальянец Антонио Меуччи изобрел телектрофон, устройство, которое передавало звук, бегущий по проводам, он совершил настоящую революцию. Именно он, а не Александр Белл, как считалось долгое время, открыл миру проводную телефонию. Совершенствуясь технически, она более 100 лет была главным средством голосовых коммуникаций, пока мобильная революция не изменила расклад сил. В 2000-е годы операторы связи пережили еще один массовый отток абонентов. Программы передачи голоса и видео по IP-сетям через интернет позволили бесплатно говорить с собеседником и видеть его, вне зависимости от его местонахождения – на родине Александра Белла, Антонио Меуччи или в соседнем дворе. Московские программисты, которые занимались разными технологиями, в том числе системами искусственного интеллекта, решили в этой революции поучаствовать. Они сосредоточили свое внимание на коммуникационной отрасли. Первым глобальным клиентом, оценившим перспективные разработки российских программистов, был крупнейший на тот момент в Японии производитель электроники и телекоммуникационного оборудования – компания НЕК. Мы начали потихонечку строить такие коммуникационный билдинг-блокс. И потом возникло много других японских компаний, там Japan Radio Company, то есть все миллиардные компании, большие ВАЦУ, то есть они просто более локальные в Японии. Потом Toshiba стал нашим клиентом. То есть там в Японии у нас больше десятка клиентов образовалась за пару лет. Они давным-давно представлены на глобальном рынке, причем в 90-е годы отрабатывали по разным моделям. Одни из этих моделей более успешными были, другие были менее успешными. Но они стали крупным АЕМ-поставщиком решений для крупнейших производителей оборудования. Конечно, в каком-то смысле рекордным достижением стало то, что технологии «Спирита» были использованы в «Скайпе», что, собственно, дает «Спириту» право утверждать, что у них порядка миллиарда пользователей по всему миру. Более того, Андрей Свериденко и его коллеги вполне могли бы опередить создателей «Скайп». В 2001-м они предложили подобный проект телекоммуникационному гиганту «Америка Онлайн Софтфон». В 2001-м году я им предлагал это издание. Более того, мы развернули даже тестовый сервис, набрали за два месяца без рекламы 100 тысяч пользователей, и я им показывал уже концепт. Они сказали, да, ну, кому это надо? У нас инстант-мессенджер, все в тексте там сидят, вот «Тейн», там «АйСиКью» они уже купили к тому миру. Все набирают тексты, и голос это никому не нужен. Тогда американцы не оценили перспективу российских идей, но уже в 2005-м году из-за появления «Скайп» они стали стремительно терять абонентов. Благодаря тому, что «Скайп» подогрел тему, спрос был, сразу пришли к нам «Гугл», «Яха», «Америка Онлайн», «Майкрософт», «Оракл» и «Адоба». Все эти монстры, они посмотрели на «Скайп», сказали, смотрите, у них там пользователи растут, бесплатные, так сказать, voice for IP, все хотят звонить, супер, нам необходимо иметь такой же продукт. И ни у кого из них не было движка. У «Скайпа» не было движка, он его тоже купил на стороне. Между тем, движок для передачи голоса и видео по IP-сетям это фактически сердце любой системы, которая предлагает сервис видеозвонков. Движок – это такой уже интегрированный элемент, как я его сравниваю, как с двигателем в автомобиле. То есть, если мы сначала производили какие-то конструкции для двигателя, то в 2005 году мы собрали полный движок и начали поставлять его как производителем двигателей, поставляет его, допустим, производителем самолета, или производителем машины, или производителем ракеты. В теории все понятно. Голос и видео в цифровом виде нужно разбить на части, на так называемые пакеты и отправить адресату. В целевой точке пакеты собираются и склеиваются в нужной последовательности. За все это отвечает связка решений, кодек и движок. Проблема заключается не только в том, чтобы передать и собрать в нужном порядке, но и очистить от шумов, подавить эхо, оптимальным образом использовать имеющийся канал, предотвратить потерю пакетов и сократить потребление ресурсов. Поставщиков голосовых и видеодвижков в мире меньше, чем ядерных стран. Сложность заключается в крайне серьезной и сложной математике, связанной с цифровой обработкой сигналов. Это отдельная отрасль, которая требует применения сложных алгоритмов. Это очень наукоемкая, очень инновационная и математически нагруженная область. То, что конкурентов немного, не значит, что российским разработчикам живется вольготно. Своё превосходство приходится постоянно доказывать и не маркетинговыми акциями, не пиаром, а выпуском новых, более совершенных технологических решений. Но так, в общем, и должно быть. Там, где всё решает эффективность и где основой становится высокая математика, вообще есть зона конкурентного преимущества для многих российских компаний. К сожалению, далеко не все российские компании это своё конкурентное преимущество эффективно реализуют. Решать сложные задачи – это как раз то, что умеют делать московские разработчики. Для российского заказчика из госсектора компания продемонстрировала возможности передачи видео в приемлемом для целей заказчика качестве на канале всего 16 килобит в секунду. То есть на скорости, которую обеспечивали модемы в начале 90-х, в эпоху до широкополосного доступа. Ни одна другая технология, насколько нам известно в мире, она просто в принципе не позволит передать видео. То есть тот же скайп, он просто там отвалится. Но это не единственное и, пожалуй, не самое серьёзное преимущество. Не менее важна и экономичность потребления ресурсов, особенно если речь идёт об аккумуляторе мобильного телефона. Технологии компании доказали своё превосходство в процессе многочасовых переговоров с зарубежными партнёрами. Час разговора по 3G, по T8WR IP с нашим движком и нашим кодеком съедал на моём айфоне 3% батарейки. Всего 3%. Это час разговора. И это не эксклюзивный смартфон. Разработки московской компании используются в продуктах Apple уже достаточно давно. В 2006 году компания ARM, ведущий производитель процессоров для смартфонов, представил московских разработчиков именитому заказчику. Они говорят, у нас оврал, потому что у нас был другой поставщик, там английский. То есть ARM это английская компания, там в Кангаже сидит, на Далегу от Мондона. И они срывают нам. То есть у них там ни качества нет, ни сроки они не выдерживают. А Apple сейчас нас там убьёт просто. Поэтому срочно там летим в Купертино. Переговоры, на которых присутствовали два вице-президента и около двух десятков инженеров Apple, были непростые. Но в итоге они увенчались успехом, как и сам проект, который удалось завершить в оставшийся очень жёсткий срок. А потом российские технологии появились в мобильных устройствах других известных производителей. Это является прекрасным примером включения в то, что называется supply chain, цепочка поставок, цепочка создания добавленной стоимости в технологических продуктах крупных поставщиков. Вообще говоря, это абсолютно нормальная бизнес-стратегия. Нужно быть высокими профессионалами для того, чтобы придерживаться этой стратегии и быть в ней эффективным. Это те качества, которые у спирита, несомненно, есть. Но компания пошла дальше. На основе своих технологий передачи видео и голоса она предложила бизнесу готовый программный продукт для поддержки видеоконференц-связи. Программные ВКС позволяют при сравнимом качестве с традиционными, с аппаратными ВКС, но при этом гораздо дешевле, дать сервис видеоконференции на каждое рабочее место. Они более мобильные, они быстрее разворачиваются. И что очень важно, они имеют возможность интегрироваться с какими-то корпоративными приложениями, ERP, CRM-системами, системами электронных документов оборота, контакт-центрами, ситуационными центрами и так далее. Сейчас эта отрасль постоянно развивается, видеоконференции улучшаются в качестве, широкополосный интернет проникает в самые отдаленные уголки, поэтому есть возможность обеспечить связь нормального качества, в том числе и многоточечную. Программное решение достаточно демократично по цене и за счет дополнительных функций может конкурировать с бесплатным скайп в бизнес-сегменте, на что программа и ориентирована. Там есть инструменты, которых в скайпе нету, например, совместная работа с документами. Потому что это не просто звонилка, а это инструмент для совместной корпоративной работы. И там вот есть эта безопасность, то, что системный администратор контролирует, он никому не даст без ведомой организации, никому подключиться к этим. То есть это обеспечивает, то есть, во-первых, все может шифроваться, но главное, что компания, она сама принимает решение. Если кто-то говорит ей, я хочу послушать, что у вас происходит на совете директоров, то это решение самой компании, дать кому-то такое подключение или нет. После скандала, вызванного разоблачениями Эдварда Сноудена, это он рассказал миру о прослушке американскими спецслужбами разговоров в скайпе и других системах. Государственные структуры и бизнес в очередной раз усилили внимание к теме безопасности коммуникаций. Для бизнеса, когда речь идет о секретных технологиях или коммерческой тайне, это особенно важно. И здесь видеомост оказался на высоте. Серверы, через которые проходят все переговоры, находятся под контролем заказчиков, и данные не могут уйти на сторону без их одобрения. Поэтому технология оказалась востребована не только корпорациями, но и государственными структурами. Особая гордость для нас – это видеомост в контакт-центре портала Госуслуг, который поддерживает Ростелеком. Пользователи Госуслуг имеют возможность получить консультацию при помощи видеоконтакт-центра «Видеомост». Если говорить о других отраслях, то это дистанционное образование, как образование школьное, вузовское, так и корпоративное обучение в бизнес-среде. Это, безусловно, банки, это, безусловно, медицина. Ну, практически все государственные и коммерческие организации. Разговаривая с собеседником, порой важно знать, где он находится. Поэтому наряду с технологиями передачи речи и видео, компания развивает алгоритмы, способные точно определять местоположение человека. Ведь системы спутниковой навигации не идеально работают в зданиях, туннелях и под землей. Собирая информацию со всех сенсоров, которыми буквально напичкан современный смартфон, московские программисты добились определения позиций с точностью до одного шага. Не исключено, что вскоре на основе синтеза технологий точного позиционирования абонента и передачи голоса и видео будут созданы продукты, которые вызовут очередную революцию в области связи.